Привет, я Шок. И сегодня в этом ролике я расскажу более подробно про наш кибер-клуб. Напоминаю, на который мы потратили более чем полмиллиона долларов. Про то, как мы это строили, вы можете посмотреть по подсказке сверху. Здесь либо здесь, я всегда забываю. Если вы это посмотрите, вам будет гораздо проще и интереснее смотреть этот ролик. А сегодня мы узнаем, сколько мы зарабатываем, какие у нас были самые главные ошибки, и что вообще ждет этот кибер-клуб. Давайте приступать. Но перед этим, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы это еще не сделали. Погнали. Как вы помните, у нас была большая дилемма. Как сделать ход в клуб? Как он должен выглядеть и что там должно быть вообще? И мы нашли решение. История вышла дорогой. Все потому, что эти джерсы из Парижа. Лично я покупал все это дело в Париже на последнем мажоре. И если вы смотрели этот ролик, вы помните цену. 90 евро за каждую футболку. Это окей. Плюс нам нужна рамка. Плюс заработал. И плюс освещение. И как вы думаете, сколько все в сумме стоит? Ну, вы не отгадаете. Это просто невозможно. 20 тысяч рублей стоит одна такая рамка. А еще я привез из Питера очень много футболок, которые точно будут в клубе. И это будет какая-то определенная пасхалка для моих подписчиков, которые следят за роликами. К примеру, это форма Five Stones на медиалиге Винлайн. Здесь у нас Spirit, которая, опять же, имена... Тут написано Шок. Она тоже будет висеть. И даже футболка Джейма, которую носил Джейм. Это суперлимитка. И она будет висеть в клубе. Все, что у меня было, я все притащил в клуб. Чтобы вы бы это все заценили. Это реально как музей. Ну, еще такая вот история. Конечно, не все это поймут. Но это Шоковка. И она тоже будет висеть. Красивый рисунок. Спасибо. Я думаю, что это классная фича. Мы будем в каждом киберклубе использовать такую историю. У нас будут рамки с игровыми джерси киберспортивных команд. А совсем скоро здесь будет форма Сайбершока. Совсем скоро. А с этой стороны мы еще ничего не сделали. Но все поменяется через два часа. Без шуток. В 12 часов ночи приезжает очень интересный аппарат. Он делает огромный, огромный принт на стене. Мы хотели сделать граффити. Но то, что мы хотели сделать, было бы очень сложно делать руками. Там очень много полосок. Там все очень ровно. И человек просто не смог бы это сделать. Либо мог бы это сделать, но это было бы очень дорого и долго. Поэтому мы нашли очень интересный аппарат. Я лично не знал о его существовании. Больше всего у нас изменения в холле. Где я прямо сейчас сижу. Теперь уже выглядит все более-менее готово. Но кроме того, что есть какие-то провода, которые торчат. И барная стойка, которая без бармена. Но это все со временем изменится. Потому что мы все еще на техническом открытии. Во-первых, появилось очень много зелени. Я даже не помню. Вроде вы это не видели. Она повсюду. Мы купили около 40 деревьев. Понятное дело искусственных. Разница в 4 раза. Здесь у нас пока что 4 холодильника. Есть по сути все напитки, которые людям интересны. Лучше всего заходит корона и кока-колу. Ну и, понятное дело, вода. Слева от меня администрация. Сзади админа у нас всякие снеки, чипсы, может быть даже электронные сигареты. И коробочки от клавиатур и мышек. На самом деле мы просто не знали, чем занять в верхней полке. И поставили эти коробочки. Но заработали каждый день вопросы, а продаются ли эти девайсы у вас в клубе. Нет. Но через некоторое время, может быть месяц-полтора, мы станем официальными дистрибьюторами Dark Project в Грузии. Поэтому вы сможете у нас что-то купить. Это у нас барная стойка. И я вам скажу так. Здесь все готово. Осталось только найти бармена. И мы это тоже уже сделали. Через неделю вы сможете прийти в клуб и заказать любой коктейль. Может быть Long Island. И в Dota сыграть. И либо в CS. Скорее всего, это была ошибка. Можно было не делать бар. Потому что к нам не приходят те люди, которые хотят бухать или культурно выпивать. К нам приходят именно те люди, которые хотят поиграть с друзьями, попить пиво, корону условно, и покайфовать в FIFA. Но, возможно, мы опять же сделали не ошибку. И сюда будут приходить люди не просто поиграть, а еще просто поесть и выпить. Это наша цель. Мы должны объединить ресторан и киберклуб. Мы купили кофемашину за 4000 долларов. Да, это полуавтоматическая кофемашина, которая делает тот кофе, который мне нравится. Если что, я ненавижу эспрессо, ненавижу американо. Я люблю сладкий молочный кофе. Это должен быть латен и какой-то приятный сироп. Может быть ванильный, может быть карамельный. И я в Грузии не могу найти нормальный кофе. Есть 2-3 точки. И все. Поэтому наша задача сделать вкусный сладкий кофе, который понравится фриком, как я. Вообще, самая главная задача это сделать так, чтобы наш клиент, который приходит, тратил бы максимум 30% на игровое время. А все остальное были бы допы. Условно, еда и напитки. И мне кажется, у нас это получится. Наша самая главная задача это привлечь клиента, чтобы он бы сюда пришел. И мы очень хорошо работаем над тем, чтобы люди бы возвращались. Потому что прямо сейчас у нас в клубе около 15 человек. И около половины у нас постоянники. Поэтому мы сделали классную фичу. Подписки. Теперь вы можете купить подписку за полторы тысячи лар, либо за 1200. Вы сможете сидеть в клубе неограниченное количество времени. Хоть 24 часа. Почему мы это сделали? Во-первых, да, мы знаем, что это очень дорого. За такие деньги можно купить компьютер. Ну, конечно, не самый сильный, но можно купить. Окей. Но люди, которые сюда приходят, они так не думают. У нас есть постоянники, которые тратят больше, чем 100 тысяч рублей в месяц. А мы предлагаем им то же самое, только в 4 раза дешевле. И плюс мы еще дарим PlayStation 5 доступ. То есть человек с подпиской может абсолютно бесплатно позвать 5 своих друзей в PlayStation комнату. Потому что у него есть подписка на компьютеры. Идея классная. У нас есть уже продажи, и мы сможем с этим работать. Эта подписка работает на всех клубах. Почему я сказал во множественном числе? Это в конце ролика. Зачем мы делали вентиляцию за 85 тысяч долларов? Чтобы просто забирать неприятный запах? Нет. Понятное дело для кальянов. И они у нас уже есть. Мы их запустили спустя 2 недели после технического открытия. Это Рома. И он у нас работает уже больше, чем месяц. Расскажи, пожалуйста, насколько часто он заказывает кальяны? Сколько раз в день? Ну, примерно пока что стабильно 6-7 кальянов в день продается. Из-за того, что мы только открылись, никто не знает, никто не пробовал. Мы предлагаем гостям. Пока что еще не было плохих отзывов о нашем кальяне. В принципе, пока что для начала это нормально. В будущем будем развивать именно кальянную индустрию тут. Чтобы люди знали о нас, что тут можно курить хороший, качественный кальян. Давай расскажем про само место. Насколько оно тебе комфортно? Для меня очень комфортно, потому что, в принципе, я сам его делал по моему запросу. Табаки у меня расположены прямо передо мной. Я ничего не могу забыть. В принципе, все видно. Вытяжка идеально работает, мощная прям вытяжка. Тут у нас кран, есть желе, есть у нас специальное средство для того, чтобы тщательно очистить кальяны. Колбы также для шахт у нас есть вон внизу. Тут расположены у нас чаши. Тоже очень удобно, максимально. Тут у нас будут штуки. И, в принципе, все. Как бы сетки тоже, экраны. Все есть. Все удобно. Все для комфорта кальянщика. Этот клуб не может существовать без кухни. Но, правда, я сейчас единственные две вещи не могу делать в этом киберклубе. Это спать и кушать. Я еду постоянно заказываю. Но как только появится кухня, мои килограммы поднимутся. Ну и второстепенно, это мое время здесь. Потому что мне не придется идти в какие-то рестораны, кафешки, либо заказывать еду. Все будет здесь. И она должна открыться уже через неделю, может быть, полторы. Сейчас там уже все готово. Осталось только одно. Это найти поваров. Мы купили уже все столы. Они нержавеющие, понятное дело. И всю посуду. У нас были 20 позиций. Все салаты, которые возможны, но без морепродуктов. Бургеры. Картошка фри. Это обязательно. Это будет очень сильно продаваться. Всякие лимонадики. И что самое главное, у нас не будет хачапури и пицц. Ну а также один из топов, который был связан с едой и напитками, это был горячий чай. И на самом деле он хорошо зашел. Половина людей, которые сюда приходят, заказывают чай. И как вы понимаете, это очень хорошо. Мы сейчас придумываем комбы, чтобы к коляну шел бы чай. Мы, кстати, закупились не так славно. У нас есть кубличные, черные, фруктовые, фруктовый сад, черный кения и обычный зеленый. Большое количество людей жалуются постоянно на то, что у нас клуб выглядит монотонно. Очень скучно. Если что, это те люди, которые не были в клубе. Они видят это по фоткам. И я соглашусь. Даже сейчас я включил весь свет и выглядит, как будто я опять в офисе. Но я сейчас отключу его. О! Все. Теперь стало ламповее, приятнее, по-геймерски. Но мы не можем, понятное дело, такое показывать в роликах, потому что слишком темно. Возвращаем. И вся такая история будет во всем киберклубе. Мы сделаем РГБ-ленту. У нас на складе 400 квадратных метров. Ой, нет. Просто 400 метров этой ленты. И она будет светить весь клуб. И он станет более геймерским, что и нужно. Геймификация обязательно. Тем более в таких масштабах и при таком хайпе этого клуба. А еще мы сделали очень много вывесок. Они у каждой комнаты. И в итоге клуб становится уже что-то похожее на клуб. А еще у нас есть одна готовая комната, где есть полностью РГБ. Давайте заглянем в эту комнату, я вам покажу. Вот так будет выглядеть каждая комната. Просто нужно подождать, и все будет очень красиво. Что насчет PlayStation? И это на самом деле наша ошибка. Мы слишком переоценили рынок. Компьютеры здесь популярнее. Но, возможно, все изменится. С каждым днем все больше и больше людей занимают PlayStation комнаты. А еще очень классно, что больше, чем половина заказывает туда кальян и чай. PlayStation больше привлекает людей покупать какие-то допки, чем компьютеры. Без ошибок невозможно, и мы их сделали. Вот такие вот моментики у нас встречаются в клубе довольно-таки часто. Все дело, опять же, в ярком тоне этой краски. Второй момент – это стена под вашим компьютером. Из-за того, что люди очень сильно любят ударять по стене, у нас все там грязно. Мы приняли решение сделать пластинку. Она будет защищать стену от таких вот ударов. А третья ошибка – это подножка. Люди хотят подножечку, чтобы ставить ноги. И мы это сделаем, но уже в следующем клубе. Четвертая ошибка – наушники. Бестороводные наушники в киберклубы – это плохая идея. Все дело в том, что они могут нагружаться. Когда слишком много радиопередач, они глушатся, они забиваются, подключаются к другим компьютерам. В общем, история не очень классная. Поэтому во всех, во всех киберклубах мы будем использовать проводные девайсы. Насчет мышек таких проблем нет. А с наушниками – много. Как вы помните, я обожаю туалеты. Я рассказываю про них, про то, что они должны быть красивые, дорогие. И это лицо клуба. И мы не уходим далеко от этой позиции. Мы добавили гребаные полотенца, которые только в самых премиальных ресторанах. Вы моете руки. И, понятное дело, их надо высушить. Мы раньше пробовали вот это говно. И оно так ужасно сушило руки, что мы приняли решение купить полотенце. Салфетки – это не особо круто. Они, конечно, практичные, но хотелось что-то подороже. И поэтому мы вспомнили про существование таких полотенц. И вы просто не представляете, насколько это дает премиальности. Хотя в сумме, конечно, да, это выходит в копеечку, но это окупает все эти траты. Админы. С этим у нас есть большие проблемы. Но это все решаемо и так и должно было быть. Мы знали, что будет текучка. Если суммировать всех людей, которые были в этом клубе и попытались стажироваться, их было около 20, как минимум. Осталось около 10. Но остались самые лучшие, потому что это сложная работа. И если что, в большинстве случаев люди уходят не сами. Мы либо видим, что человек не справляется, либо человек понимает, что для него это слишком большая нагрузка. У нас ребята работают 2 через 2 по 12 часов в день. Но зарплата у нас выше рынка. И сейчас это подтвердит наш админ. Если судить по рыночной ситуации в Грузии, насколько мы много или мало платим? Хорошо платим. Хорошо, Владимир? Да. Самый частый вопрос, самый частный момент в комментариях. Эрик, это очень дорого, вы никогда в жизни не окупитесь. Эрик, это 3 года окупает. Зачем вы сделали все так дорого, надо было дешевле, чтобы быстрее заработать. Но нет. Мы делали это осознанно и все по плану. Сейчас я вам расскажу, сколько мы зарабатываем. В день у нас выручка около 800-1000 долларов. Хорошие дни полторы тысячи долларов. И это очень много денег для Грузии. Это очень хороший оборот. Учитывая, сколько мы потратили на клуб, по нашим прогнозам мы сможем окупиться, в худшем случае через 2 года, в лучшем полтора. Но даже не думайте о том, что это так просто. Взять полумиллиона долларов, открыть клуб и кайфовать. Вы просто не представляете, насколько это сложно, насколько нужно четко понимать каждый элемент того, что у тебя в клубе. Как зарабатывать с каждого, как вернуть этого клиента, как отрабатывать в медиа, в маркетинге. Это очень большой труд. И пока мы тут сидим, одновременно в Грузии строится как минимум 5 клубов. Это новая зона. И совсем скоро здесь будет так же, как было в Киеве, в Питере, в Алматы, в Астане и, понятное дело, в Москве. Клубов будет здесь очень много. Но я искренне верю, что без правильного и нужного подхода, как у нас в этом клубе, невозможно окупить так быстро эти деньги. Мы просто делаем все правильно, что ли. Не все бизнесы окупаются так быстро, учитывая такие траты. Поэтому я готов заявить. Мы строим прямо сейчас, вот прямо сейчас, еще два новых киберклуба в Тбилиси. Да, это сеть киберклубов CyberShock. Теперь официально. Я буду рассказывать полностью от начала до конца, как проходит у нас стройка. В одном ролике я буду показывать стройку сразу двух новых киберклубов. А уже весной мы запустим, понятное дело, франшизу. Я уже делал пост о том, что я остаюсь в Грузии до марта. Все дело в том, что мы достраиваем клубы до марта, их рекламируем, продвигаем, и мы уезжаем всей командой в другую страну для расширения нашей франшизы. На следующем ролике я вам покажу, как у нас прошло открытие. Настоящее открытие с шариками, с ленточкой, с полноценной кухней, с проигроками, с блогерами. У нас все будет очень красиво именно в день открытия. Когда оно будет, мы не знаем. Но зато вы это увидите уже совсем скоро. И в этом же ролике я вам покажу полностью обзор этого киберклуба. Я это сделаю в виде обзора, как будто это не мой клуб, я просто буду общаться с каким-то админом. Поэтому не забудьте подписаться на этот канал прямо сейчас, чтобы не пропустить этот видеоматериал. До следующей встречи, и я надеюсь, она будет именно в этом киберклубе. Приезжай и зацени все это дело в реальном мире, а не только по интернету. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова